Всем привет! Такой вечерний несанкционированный влог на фоне моего университета имени Брюсова. Сейчас у нас пол седьмого вечера, решили с Арамом выйти погулять. Скорее всего, пойдем в ущелье, потому что в эту жару, во-первых, никого не хочется видеть, во-вторых, хочется немножко хотя бы природой подышать. Кстати, привет! Сейчас будем идти по улице Старьяна, а это, ну так скажем, центр Ереванского гламура. Все такие... Там мы не пройдем, давай лучше здесь. Все бары, кафе, винные всякие заведения, они все находятся на этой улице. Вот, в принципе, отсюда вся вакханалия и начинается. Вот, особенно, та сторона улицы. Просто я там не снимаю, потому что там пройти невозможно. Красиво украсили картиной Мортироса Старьяна стену дома. Вам покажу. Сам, собственно, музей Старьяна. Очень интересное решение такое, стеклянная винтовая лестница. У моего сына, когда он был во втором классе, если кто помнит, влог я снимала, у него здесь была... Ну, не у него лично была выставка, но он со своей картиной «Дом у реки» участвовал в такой выставке. Вот. Вот это все дело там располагается. Сейчас мы с вами увидим очень красивый старенький домик, который так ярко выкрасили, вораживает цвет. Раньше на месте вот этой вот гостиницы... Сейчас я вам ее покажу. Совершенно новая гостиница. Она, наверное, лет 10-15. Нет, 15 даже я загнула. Находился вот такой же, как тот оранжевый домик, принадлежащий нашему великому советскому архитектору Рафаэлу Исраиляну, который является автором грандиознейших в Ереване проектов. Акведука через реку Роздан и наконечно-водочного завода Ной, Арки Чаренца и очень многих других... Да, этого постамента, на котором стоит наша родина-мать. И, короче, вот частный дом, причем этот дом он сам украшал своими руками, резьбой по камню и так далее. И взяли, снесли и построили гостиницу. Я не знаю, почему хозяева этого дома никак не вмешались. Кстати, здесь очень классный ресторанчик есть для этих самых любителей ПП питания. Вот. Ну и здесь еще по-божески, тут еще можно пройти. А с той стороны, ты ходишь по головам людей, это, конечно, жесть. Креатив данного заведения, конечно, убивает. Я не знаю, кому в голову пришла идея назвать... Это, значит, стейкхаус. Значит, оно... Он назван, значит, бокал мяса и кусочек вина. Вот понимаете, как хотите. Конечно, очень прикольно. Ну, поднимаясь вот по этим лестницам, мы с вами упираемся в очень красивое здание. Это дом композиторов. Сам живописец-мартирос Сарьян очень любил сюда приходить, сидеть на балкончике, оглядывать окрестности. Но, конечно, дом находится не в самом лучшем состоянии. О, как вот кубатуру-квадратуру в советское время тут возвели. Типовые такие дома. Но здесь зато красиво очень. Такие вот цветочки можно увидеть. Ну, можно водички попить. Тут мы проходим мимо школы Монте-Сори. Нафига нам в Армении Монте-Сори? Но чисто если с такой визуальной точки зрения, миленький европейский особнячок и абсолютно очаровательный школьный автобус. Как пройдешь, посмотришь и не скажешь, что по Еревану идешь. Здесь жилые панельные здания, но зато очень милые садики, огородики. Это все фруктовые деревья. Как бы не спрашивайте меня, какие я абсолютная дура в этом вопросе. Вообще не знаю. Но так вот, милая такая зеленая территория. Вот мы сейчас проходим мимо церкви Кованесса Кузерна. Это старинная церковь. Она является церковью района Конд. Раньше здесь все, вот особенно в этой части, тоже были одноэтажные, глинобитные, старенькие развалюшки. Одноэтажные. Сейчас вот лет за 10 здесь выросли такие долбанавты. Не побоюсь этого слова. Конечно, уютом тут и не пахнет. Слишком как-то вот на каменной джунгли похоже. Далее идет обновленная гостиница Двин. Я не знаю, старожилы нашего города, может, в комментариях со мной не согласятся. Я постараюсь либо в видео, вот по мере того, как мой рассказ идет, приложить старую фотографию этой гостиницы. В советские годы, как она выглядела, и то, что вы видите сейчас, в принципе, очень красивый такой помпезный гостиничный комплекс. Там самые такие элитарные свадьбы проходят. Гигантский концертный зал есть. Сюда и наши звезды крупные выступать приходят. И со всех концов света тоже кто-то вот может приехать здесь, зал себе взять. Вы просто посмотрите на то, что вы увидите на своем экране до, и вот посмотрите, что сейчас. Очень интересное сооружение. Вот туда как раз вот Конду ходит тоже, частично с новостройками. Я не знаю, ну, если когда видишь что-то круто поменявшееся, не вижу причины ностальгировать по чему-то страшному из прошлого. Ну, причем, чтобы сказать, что эта гостиница какую-то такую дикую ностальгию вызывала, нет. Вы знаете, какие красивые декоративные элементы в камне сделаны. Там, кстати, старые-старые статуи, которые, ну, такая, как это называют? Что это называется? Ансамбль, вот. Танцующие кочари. А это осталось от старой гостиницы. Вообще, в принципе, круто. Вот с этой стороны тоже какое-то новое что-то построили. Кстати, вот сейчас поближе пройду. Очень европейский такой внешний вид. Мы оттуда пришли, а вот это задняя часть вот этого здания, абсолютный Буэнос-Айрес, я вам должна сказать, и совершенно случайно выяснили, что это площадь Уругвая. В принципе, можно приравнить ее к площади Аргентины, потому что Уругвай всегда аргентинцы воспринимают как свой аппендикс, так скажем. Тут лечко-омиссия. Мой прадедушка постоянно с сердцем здесь лежал. Такая кольцевая. Просто солнце прям бьет в кадр. Ну и, собственно, мы сейчас будем спускаться в ущелье. Вон там на том берегу дома. В это ущелье никогда не устаешь спускаться, потому что тут все-таки природа прямо внутри города. И как можно меньше человеческих лиц. Еще сейчас одну вещь вам здесь покажу, расскажу. Только главное сейчас под машину не брякнуться. Вот посмотрите, как красиво смотрится ущелье отсюда. Я вам хочу здесь одну интересную вещь рассказать. Кстати, я хочу как-нибудь покачественнее сфотографировать вот этот вот холм. Сейчас я максимально его приблизить, попытаюсь, чтобы вам было лучше видно. Попытаюсь потом на редакторе немножко улучшить. Короче, эту территорию вот всю, туда сейчас попасть вот это вот все невозможно, потому что там охрана стоит, ну, всякие государственные объекты охраняют чуть ниже находящиеся. Но в советскую эпоху вот здесь проводили раскопки и обнаружили руины храмового комплекса языческого, который был посвящен нашей армянской богине Астриг, некому аналогу Афродиты. А, конечно же, очень мало чего осталось от самого храма, но есть сохранившиеся крепостные стены, вот, ну, храмовые стены, какие-то остатки помещений. Ну, это чисто археологический глаз. Это поймет. Обычному обывателю это, конечно, не особо понятно, но вот с чисто исторической точки зрения очень интересные места. Ну, и потрясающий вид. Пришли к станции нашего детско-железно-дорожного вокзала, он 30-х годов постройка, второй после Тбилисского. Здесь были вот такие вот барельефы с детишками, которые там тут в хоккей играют, там еще что-то. Абсолютно заброшенная территория. Вон, половина уже ограды нету с колоннами, куски камней валяются. Я еще удивляюсь, там вот все раздолбали здание. Посмотрите, какие витражи потрясающие, слава богу, хоть они остались. В какой-то момент это здание было реконструировано. Вот, кстати, в нулевые мы сюда и с рубашкой ходили. Было покрашено, вот какой шпиль красивый. Но потом все вот так вот раздолбали. И вот здесь касса была билетная. Вообще жесть. После наших сумасшедших дождей, тут уровень воды поднялся чуть ли не вот досюда. У нас были ливни. Затопило очень много регионов. И здесь тоже вода поднялась. Сейчас уже приток раздан и такой спокойный стал. И вот воспоминания из нашего детства. Очень сильно обмельчало дно. Посмотрите, речные камни торчат все. А до этого все было видно. За моей спиной тоже. Вот посмотрите, разве эти места не стоит того, чтобы сюда прийти погулять, нежели по городу пыльному тортаться и как бы ни уму, ни сердцу. Вообще кайф. Я не знаю, что сегодня выходной день, суббота. Тут тихо людей нет. Кстати, меня забыла, хотя бы мероприятие-то прошло очень давно, 24 мая, касательно последнего звонка моего сына. Некоторые зрители удивились, почему в ресторане тусовались из родителей только мамы, спрашивали, а где папы. У нас, в принципе, не принято, чтобы папы присутствовали на детских школьных мероприятиях. Папы в основном финансируют, остальные члены семьи тусуются. Не знаю, насколько это справедливо или несправедливо, но как бы факт. Поэтому, да, только мамы были. Прошло все отлично. Мы поехали в один из самых первых таких главных, гламурных ресторанных комплексов Армении. Еще, наверное, один из самых первых, когда вот только это вот после перестройки культура ресторанных комплексов вошла в нашу ереванскую реалию, это комплекс «Оджах». Там он разбит на несколько ресторанных залов по размерам, по стилю и так далее. Вот, находится на территории села Балавувит. Это уже где-то вот обувянский район. Недалеко от Еревана, где-то полчаса на машине, и все, в принципе, ты на месте. Так что еда потрясающая. Диджей был наш, мы его пригласили. И, кстати, мужик классно справился со своей задачей. Все было сбалансировано. И национальная танцевальная музыка, и современное что-то, и со школьной тематикой. Так что было очень здорово. Это, в принципе, у моего сына было первое в жизни такое мероприятие, такого масштаба, потому что, ну, как бы, особо по ресторанам мы не ходим, тем более по таким. Ну, в общем-то, начало положено, так скажем. Ой, какие здесь цветы красивые. Вот, посмотрите. Это лилии, да, по-моему, если я не ошибаюсь? Вот. Кадр из песни по проселочной дороге шел я молча. Зато посмотрите за моей спиной части стадиона «Раздан» и осветительных вот этих вот софитов. Ку-ку. Ой-ой-ой, тут надо перебежать. О, у кого-то шашлычное настроение. Ай-ай-ай, ой-да. Там вот огонек горит. Мы прошли мимо ресторанного комплекса, одного очень такого помпезно напыщенного. Если честно, из него воняло столовкой советского пансионата. Вы знаете, это смесь запаха манной каши, куриного бульона не совсем свежего. Дальше пошли запахи канализации. Ну, так скажем, удовольствие сомнительное, но имеет место быть. Вот. Ну, тут дальше тоже новостройки наверху. Но везде скалы, скалы, и скалы. О, там мужички рыбку лозят. Хотя эта рыбка, конечно, экологически далеко не чистая, потому что она плавает в местах, где еще источные воды сливаются. Так себе удовольствие. Но человек ко всему привыкает. Да? Да. Я, честно, вот, Арам удивился, но я вот по этой дорожке ущелья никогда в жизни не ходила. Ну, как бы, о чем мне здесь делать, да? Хоть одной, хоть с подружками, хоть с кем. Как бы, даже в мыслях не было сюда прийти. Эй, смейт, да? Да, это чудо сначала. Ну, вот здесь тоже ресторанный комплекс. Восьмое чудо света. Ну, так я не знаю, насколько это вход во врата чуда. На все ущелье у них ночами орет самая низкопробная музыка. Страшная. Иногда это звучит очень смешно со стороны. Ну, вот стадион тоже. Видите? Последним, кто на этом стадионе два года назад выступал, вы, наверное, удивитесь, но это был 50 Cent. Он на пару дней сюда приезжал. О, видите? Такой вот комплекс. И самое смешное, знаете, что? Сейчас, подождите, где наша смотровая площадка? Вон она. Вот посмотрите. Не, не, она не цена, она с этой стороны, вон она. Ну, там деревце. Сейчас, подождите, я хочу. Вон деревце, видите? Под деревом такое ограждение, как балкончик сделано. Значит, в теплое время года мы с Арамом любим догулять вот до этой смотровой площадки. А оттуда прямо на сцену открытого этого ресторана открывается такой вид живописный. И мы стоим, значит, обычно берем с собой семечек погрызть, что-то такое. И стоим, прикалываемся, слушаем, вынимаем. Ну, тоже прикольное, знаете, времяпровождение такое. Короче. О! Восьмое чудо света. Ну, чтобы вы хотя бы знали, как выглядит должно чудо света. Не всем же ходить в таком неведении. Там вдали церковь Святого Саркиса, которую еще в советские годы переделывали. Старая была, такая беленькая, маленькая. Вот. И дальше идет серия ресторанных комплексов. А здесь уже много лет возводится активными темпами. Стиль такой ЖК. Умный дом. Посмотрим, чем этот дом будет умный в итоге. Не знаю. Но вот. Да, там, кстати, вот музей Параджаново. Вот. И вот, собственно, вся дорога, по которой мы только что шли. Как всегда, Арам открывает мне глаза на новый Ереван, в котором я никогда в жизни не тусовалась. Опять-таки, из-за соображений личной безопасности. Конечно, места не самые приятненькие, так скажем, хотя бы с точки зрения Елены. Но, посвятая аквейдук и вираду в Ченгалис. А, ну, собственно, я этот аквейдук уже недавно снимала. Еще в мае месяце. Но в эту сторону, да, я туда не приходила. Кстати, вот здесь есть ступеньки, которые ведут к ущелью. А ну. А если туда спуститься, то ты куда? Ой, не, я туда не спущу. Плюс еще сейчас, вот знаете, очень сильно обострилась ситуация со змеями. Поскольку очень много строек, у нас эти бедные создания, хотя я змеи терпеть не могу, но чисто по-человечески я их понимаю. Норы их тревожат, внедряются к ним. И скорпионы, и змейки бедные, но деваться им некуда, надо же куда-то им. И они выползают наружу. В тот день, пару, ну, неделю назад, наверное, в Фейсбуке материал был, гигантскую гюрзу нашли на Северном проспекте. Она в тени под лестницами лежала. Думаю, тоже, знаете, результат деятельности человека. Вообще, что только человек не сделает, лишь бы природу поподпортить. Каждый раз, когда на эти скалы смотрю, думаю, как же природа поколдовалась, да? Чтобы вот такое соорудить. Ой, обожаю закатное солнце. Такое совершенно другое цвет. А, где? Блин, подождите. Люди-змея. Вот, посмотрите. О, заползла. Вон она, вон она, вон она, вон ползёт. Вон. Да, 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 вон она. Ой, мама дорогая. Видите по скалам? Чё тут только? Ой-ой-ой, вон она пошла. Арам, арам, пошли отсюда. Да-да, я щас, я щас кирпичи отложу в прямом смысле этого слова. Фу, какая гадость. Мотоцрельная. Ой. Да чё, чё? Арам. Блин, пошли отсюда. Блин, пошли отсюда. Они там что-то шуршит в кустах. Я щас дохну. Ааа. Где? Фу, блин, не... Не издевайся. У меня душа в пятки ушла, он надо мной прикалывается. Ну понятно, что гюрза, а не мамонт. Фу, гадость какая. Да-да, я её смогла снять. Фас, профиль, всё. А это начинается браками. А нафига тебе её ловить? А, правда, правда. Странные игрушки какие у тебя. Да, вот так вот мы с Киршенькой. До родной, до хорошей, вот. Да-да, скажи всем здрасте, здрасте, привет. Да-да-да, барев, барев. Сиренарев. Хотя бы там хохолок всё покажешь. Да. Ой, какой хохолок. Вай-вай-вай. А, барев, барев. А, сиренарев. А, сиренарев. А, самок, камер. Ха, он и шоу вас приветствует. Ба-а-а. Ба-а, и лов тиманако сирен, 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 ма-рутин. Вай-вай-вай. Ха-ха, асачитай. Лырив асачитай, рамаджайин. Ха-ха, мала-джиц. Ха-ха, асачитай. Эт, ты ба-реву, мейз, бололи? Ха, сирен, бала-а. Су-па-какажешь? Ну-ка, хохолочек, суй, пакажи, сиренчан. Ну-ка, ну-ка. Давай, давай. Да, вот, вот какой мой кукет. Главное, это девочка. Почему-то ее назвали Кешей. Непонятно. Ну, ладно. Да, вот. Ну, пока. КESA's Inundes. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Продолжение следует...